Эй, как дела, ребят? Меня зовут Томас Франк, и как вы можете знать, если смотрите мой канал уже какое-то время, я снимаю много роликов о продуктивности и о том, как работать лучше. И в этом видео я хочу поделиться книгой, ставшей лучшей для лично моей продуктивности в этом году и научившей меня очень важным вещам, которые я уже применил в своей работе. И учитывая специфику моего канала, этой книгой будут принципы Рео Далио? Нет. Ультраобучение? Снова нет. Или может быть какая-то огромная длинная книга Роберта Грина с кучей раздражающих пояснений на полях? Нет, на самом деле эта книга написанная человеком, который вообще не имеет отношения к индустрии саморазвития и продуктивности. Эта книга «Как работает музыка» написанная основателем или как минимум одним из основоположников группе Толкинг Хэтс Дэвидом Бирном. Как я уже сказал, автор книги не консультант по продуктивности и не гуру селф-хелпа, и книга вообще не о продуктивности. Эта книга о том, как работает музыка. Значительная часть касается его личной жизни и выступлений. Эта книга о технологиях звукозаписи и о том, как они изменились. Но тем не менее, уроки, которые я вынес из этой книги, оказали на мою работу и то, как я ее выполняю, влияние больше, нежели уроки из других прочитанных за год книг. И в этом видео я хочу поделиться с вами тремя из них, которые, я считаю, сослужат хорошую службу и вам. И первый большой урок, который я вынес из этой книги, состоит в том, что основой для творческой деятельности часто служит особый контекст, как, например, определенная аудитория, к которой автор ищет подход. Или особенное место проведения концерта. Другими словами, креативность активизируется, когда на нас накладывают некие рамки. Это вроде противоположности тому мнению, которого придерживаются многие люди, когда речь заходит о великих творцах. Мы часто думаем, что великие идеи просто приходят им в голову среди ночи, думаем мы, что они гениальнее обычных людей. Так это описано в книге. Стандартный подход к делу предполагает, что у композитора появляется таинственный взгляд, и вдруг он или она начинает бешено записывать полностью продуманное произведение, которое не может существовать ни в какой иной форме. Или что рок-исполнитель, ведомый своими искушениями и демонами, вдруг разражается и создает эту идеальную песню, которая должна длиться 3 минуты и 12 секунд. И это все полностью противоречит реальной истине, суть которой в том, что мы сознательно или бессознательно делаем вещи, которые вписываются в заранее осознаваемый и ощущаемый контекст или формат. Например, в отношении аудитории влиять могут ее предпочтения или демография. Местом выступления могут быть стадион, арена, сбор или наушники, или нечто среднее. Скажем, виниловая пластинка. Разберем конкретный пример. Соборная музыка часто звучит в одном и том же ключе на протяжении всего произведения и использует терзающие протяжные ноты. И причина этого состоит в том, как говорит Роберт Джордан в своей книге «Музыка, мозг и экстази», что во многих соборах время резонанса достигает 7 секунд, что невероятно долго. И с учетом такой среды, музыка, которая включает много перкуссионных звуков или часто меняет ритм, превращается в хаос очень и очень быстро. И урок, который я вынес для себя из этой части книги, состоит в том, что отсутствие рамок или особого контекста вредит креативности и качеству работы. Потому что если у вас бесконечное число возможностей и вариантов, вы часто можете не сделать вообще ничего. Думаю, вы могли наблюдать силу ограничений во время работы и в своей жизни. И о том, как часто случалось, что у вас был жесткий дедлайн, и в результате вы становились намного более сфокусированным. Поэтому с недавнего времени я взял в привычку ставить себе порой даже выдуманные рамки во время работы над проектом. Например, видео о моей утренней рутины, которое я выложил месяц назад и которое стало одним из самых популярных на канале, базировалось на нескольких правилах еще до того, как я коснулся камеры. Номер один, видео должно быть не длиннее 7 минут. И номер два, в той части, когда я объясняю процесс рутины, должна быть закадровая озвучка, чего я никогда не делал. И в итоге, благодаря установлению рамок, я смог генерировать новые лучшие идеи, так как у меня осталось лишь небольшое пространство для творчества, на котором я максимально сфокусировался. Урок номер два учит ценности вызывания ожиданий и предвкушения перед тем, как что-то показать миру. И этот урок связан с частью книги, в которой он рассказывает о своей карьере артиста, в частности о периоде продакшена альбома «Stop Making Sense», релиз которого, к слову, был очень тепло встречен. И концерты, посвященные этому альбому, не были теми стандартными рок-концертами. В них были самые разные дополнительные элементы. Он искал вдохновение в разных театрах Бродвее и азиатских театрах, поэтому очень многое было включено в тот продакшен. И во время съемок первых шоу в Лос-Анджелесе, ему случилось встретиться и услышать критику от одного из артистов пекинской оперы, который был весьма прямолинеен в своих словах. Сказал он и про ценность зрительского ожидания перед выходом чего-либо. Вот как это изложено в книге. Есть какая-то пословица, смысл которой в том, что прежде чем что-то показать людям, нужно дать им знать о том, что ты что-то покажешь. Ты цепляешь их и приковываешь внимание к себе. И ты должен знать, как сделать этот шаг неочевидным или же найти особый подход к каждому. Вы, наверное, заметили, что это весьма парадоксально, и это нормальная мысль, так как если вы расскажете людям о том, что хотите сделать заранее, то испортите сюрприз, верно? Ну нет. Если вы сделаете это грамотно, то вы сконцентрируете их внимание на сюрпризе. Если же не сделать этого, то половина аудитории просто не обратит внимания и все пропустит. И в книге Бирн делает акцент на том, что это правило применимо не только к сценическим выступлениям или музыкальным. Он отмечает, что у стендап-комиков примерно такие же правила при подготовке публики к панчлайну. И вы можете поразмыслить о других сферах применения. Вот для чего барабанная дробь в цирках. Вот почему у трейлеров сейчас есть тизер-трейлеры, которые типа трейлеры-трейлеры. И почему в поп-музыке есть пре-припевы. И это тот совет, который я не встречал ни в одной из прочитанных книг по продуктивности, но я сразу понял, как он может улучшить мою работу. Да, я не выступаю на сцене, я не даю концерты, но как ютубер, как писатель, как создатель контента, который что-то дает людям, я вижу, как значимо использование хайпа и предвкушений для разогрева моей аудитории перед чем-либо. Если я этим не буду заниматься, то, как он и говорит, сделаю такой сюрприз людям, что они его просто и не заметят. Или не обратят внимания. Итак, мы переходим к третьему уроку, который на самом деле не изложен на страницах этой книги. Это больше мета-урок, который вроде как снизошел на меня, пока я ее читал. Не смотрите только на продуктивных людей. Не учитесь только у гуру селф-хелпа и у людей, которые пишут о карьере и успеха. Вместо этого попробуйте расширить свои границы. Я понимаю, что когда я был юным, я мыслил довольно узко, стремясь лишь быть продуктивнее и строить карьеру. И как следствие, я был зашорен. Когда я входил в книжный магазин, то мгновенно оказывался у стеллажа с книгами по бизнесу или самопомощи. А прочие разделы я словно исключал. И я знаю много людей, которые делают то же самое. Меня постоянно спрашивают, какая из прочитанных за год книг по продуктивности самая лучшая. Но штука о людях, которые пишут о продуктивности, штука о людях, занятых в сфере самопомощи, в том, что у них довольно проторенный путь. Особенно, если речь заходит о многолетней карьере. Люди этой индустрии, как правило, идут по жизни всего несколькими путями. Масс-медийное творчество, как знаете, запись аудио, съемка видео. По типу этого, потому что я включаю себя в эту группу людей. Или написание книг, или ведение бизнеса, или выступление с лекциями. И никак не умоляю эти вещи или этих людей, потому что все это важно, и у них можно многому научиться. Но вновь это очень малый пласт опыта в сравнении со всеми существующими профессиями и занятиями. Так что не фокусируйтесь только на бизнесе и селф-хелпе, отказываясь от альтернативных вариантов. Наконец, читайте статьи от людей, которые достигли того, чего хотите достичь вы. Или занятых в индустрии, в которой хотите работать вы. Лично я хочу больше времени посвящать музыке, поэтому я прочел книгу от музыканта. Но я думаю, что вам стоит шагнуть еще дальше. Я не говорю, что сам хочу выступать в опере, но вот уроки, которые я получил от оперного артиста, определенно применимы в моей работе продюсера на ютубе. Люди, занятые в определенных индустриях, зачастую учатся тому, чему нельзя научиться больше нигде. Но это что-то, тем не менее, применимо в других сферах. И это еще один повод для погружения в неизвиданное и расширение собственных границ. Когда ты это делаешь, то приходишь к новым истинам, которые можешь по-своему использовать в том делом, каким занимаешься уже давно. Всего один пример. Брайан Мэй, гитарист Квинн, использовал свои знания по физике, чтобы выяснить, как добиться того эффекта хлопков в Вивил Рокью. И многие люди бы не подумали, что значения из физики можно применить в работе музыканта, но нет, можно. И спасибо вам за просмотр. Надеюсь, это видео было полезным для вас, и если да, то жмите лайк, подписывайтесь прямо здесь, и можете посмотреть еще парочку моих видео вот здесь, если еще их не видели. Еще раз спасибо за просмотр и увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok